5 мая 31-я отдельная гвардейская ордена Кутузова десантно-штурмовая бригада отметит свое 20-летие. Однако история воинского формирования началась еще в середине 20-го столетия. В годы Великой Отечественной объединения носило название 104-й дивизии. В 1944 году личный состав высаживался на земли Венгрии для освобождения местных жителей от фашистской оккупации. За несколько десятков лет службы бойцы подразделения успели проявить себя и завестись в репутацию универсальных солдат. А в годы военных конфликтов в Афганистане и Чечне в народе дивизию называли «скорпионами» и «дикой дивизией». Только после военной реформы 1998 года дивизия была переименована в 31-ю бригаду ВДВ. Этот год и стал официальной точкой отсчета со дня основания элитных войск. Сейчас одна из сильнейших десантных частей России готовится к празднику. Командование планирует организовать праздничный парад, показательные бои и концерты с участием лучших местных коллективов. Первая площадка – это непосредственно территория 31-й десантно-штурмовой бригады с построением личного состава и проведением показательных выступлений по демонстрации выучки военнослужащих 31-й бригады. И вторая площадка – это Ленинский мемориальный комплекс с проведением там торжественного концерта. На заседании оргкомитета при губернаторе Сергей Бойко обсудил организационные вопросы с членами правительства. Монтаж праздничных баннеров, установка трибун и представление концертного зала – это далеко не все задачи, которые надо успеть выполнить к началу мая. Мероприятие будет проходить в центре города, поэтому к празднованию необходимо уже сейчас подготовить Ленинский мемориал и площадь столетия. Транспортный вопрос тоже оказался в числе первостепенных. Для участников праздника необходимо выделить автобусы, как для артистов, так и для военных. Уполномоченный по вопросам общественной безопасности Александр Мурашов пообещал решить проблему перевозок. Нам необходимы будут автобусы. Я думаю, что мы с Андреем Сергеевичем Тюрином этот вопрос проработаем по доставке ветеранов и участников с бригадой на площадку мемориального центра, в том числе встречу и перевозку военного ансамбля вместе с инструментами. Как оказалось, кроме традиционного дня ВДВ и празднования юбилея бригады, в этом году ульянские десантники отметят еще один праздник. Так совпало, что на май 2018 года пришлось не только 20-летие бригады. Уже в первый день месяца воздушные десантные войска отметят годовщину еще одного важного исторического события – 25-летие со дня вывода 104-й дивизии из Азербайджанской республики. Виктория Черкова, Константин Никитин, Новость Ульяновской правды.